Пусть за окном зима для родителей и педагогов уже началась, как они говорят, горячая пора. Точные даты дней экзаменов еще неизвестны, но уже точно определены периоды их проведения. Как всегда, это досрочный, основной и дополнительный. Первый из них начнется уже в конце марта. За этим столом собрались не только родители, учителя, но и представители высших учебных заведений и Министерства образования, чтобы вместе вспомнить основные правила так называемой выпускной кампании. Во-первых, конечно, чтобы были соблюдены сроки, чтобы вовремя были поданы заявления на прохождение государственной итоговой аттестации. Во-вторых, конечно, чтобы ребята вместе с родителями, чтобы педагоги им помогли, они смогли правильно определиться с выбором предметов в этом плане. Потому что иногда бывают такие моменты, когда уже сроки подачи заявления и выбор предметов уже закончен, и вдруг возникает необходимость поменять предмет, добавить предмет и так далее. Встреча прошла в формате видеоконференции. Благодаря новому оборудованию услышать и поддержать беседу через текстовые сообщения смогли родители из всех районов республики. Всех без исключения волновали изменения в порядке проведения экзаменов. В этом году без них не обошлось. Для 11 классов это не только формат распечатки контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудитории, но и формат сканирования готовых экзаменационных заданий уже непосредственно в аудитории. Плюс по работе предметных комиссий и, соответственно, выборе предметов у ребят появляется возможность выбора еще такого предмета, как китайский язык. Для 9-ти классников новым стало устное собеседование, как допуск к основному экзамену. Теперь это обязательная процедура. Она будет состоять из нескольких этапов – чтения вслух, пересказ текста, монолог по какой-либо теме, а также диалог с экзаменатором. Оценка за такие словесные задания – зачет или не зачет. Родители признаются, волнение уже есть, но тем не менее в своих детях они уверены. Мой ребенок готовится. Даны определенные рекомендации школьными учителями по тем, в первую очередь, обязательным предметам, которым будет посвящен ОГЭ. Были задания, были определенные методические разработки, которые одни мы покупаем, другие нам дают в школе. И потихонечку, не торопясь, мы начинаем готовиться. Эта встреча не последняя. Обсуждения совсем скоро продолжат на городском собрании. Также представители Министерства образования напоминают, что все волнующие вопросы можно задать на их официальном сайте или же по телефонам горячей линии. Также совсем скоро начнет работать линия психологической поддержки. Юлия Мамаева, Сергей Соколов. Народные новости.